На пути между жарким солнечным Epic City и гипермаркетом новогодних подарков у топовых европейских команд в дисциплине Dota 2 есть еще одна остановочка. Добро пожаловать на четвертый сезон Ого Дота Пита. Дима Light of Heaven, Сережа Смайл, меня зовут Дима Not in My House. Мы отсюда как будто бы и не уходили, да и состав похожий, но тем лучше, друзья, потому что сегодня нас с вами ожидает начало замечательного турнира с участием таких знакомых, но таких прекрасных коллективов. 4 Best of 3 серии смотрим и наблюдаем за Double Elimination сеткой в борьбе 8 коллективов за призовой фонд 150 тысяч долларов. Да, хороший турнир, хороший. Мне всегда нравится Ого Дота Пит, потому что в нем всегда такой формат, что вот каждый матч на вес золота, не только потому что участники, а еще... Сразу плей-офф. Да, потому что сразу народ вылетать начинает, просто же отлично. Это наша мечта, Дмитрий. Конечно, лучший формат. Сразу плей-офф в любом матче, таких турниров нужно побольше. Да, любим Ого Дота Пит, это прекрасно. Если у нас есть сетка, предлагаю ее быстренько глянуть перед тем, как начать обсуждать сегодняшние матчи. У нас действительно 8 коллективов, 7 из них были заявлены здесь изначально. Команда Leaf2Win, в свою очередь, скоропостижно, своевременно заменила Just Terror, которые приняли решение не участвовать и расформировать состав. Ну, как бы это было очевидно, я думаю, мы это обсуждать не будем. Это было понятно с самого начала. Это понакатанное все шло после их результата. Две команды будут выступать у нас с заменами. Это Мат Големс, они распрощались с бронией и взяли себе стендином, я так понимаю, на этот чемпионат, а дальше они уже решат. Это Мат Големс, забрали на себя Суприма и, соответственно, у G, товарищ Мидван, наверное, поехал на заслуженный отдых. Похоже. После как раз-таки Эпик Лиги. И заменять его будет здесь, АЛТВ. Да, да, все так и есть. Старый добрый друг, который уже играл за них. Игорь Анат. Да, ну, не что, зря Трайхардилл сидел, огромное количество игр наиграл за последние две недели. Надо же было в какое-то положительное русло это все конвертировать. Вот, его сразу подцепили. В чем тоже у нас недавно появлялся, опять же, за Leaf2Win. Кто не смотрел эти матчи, как раз второго дивизиона, да, финала Венеров против... Гамбит. Против Гамбит, да, он заменял как раз-таки Дрима, которому не разрешили играть, против той организации, на которую он сейчас подписан, как раз-таки, Гамбит. Да, и серию-то выиграли в итоге. Серию выиграли и выиграли в Салат. И ЛТВ очень хороший там колл именно делал по драфтам. Да, собственно, сетку, друзья, мы с вами посмотрели. Начинаем сегодня с матча Leaf2Win против Natus Vincere. Сразу вырываемся на драфты первой карты. Во время этого турнира Valve нам обещают патч. По идее, должно это произойти в четверг. Ждем дня, когда Дота ляжет, когда все будут сидеть ждать обновления. Игроки будут в недоумении, потому что новая карта, новые герои, т-т-т. В общем, это будет главный хайлайт турнира, но это будет чуть позже. А пока что драфты первой серии. Потом прямо перед турниром она будет вставать с колен изо всех сил, подниматься. Обязательно, чтобы игры успели стартануть. Они, естественно, не успеют стартануть. Ребятки зайдут, и мы будем... 4 беста в 3 на новом патче. Отлично, отлично. Это будет замечательное шоу, я подозреваю. Я от этой серии жду опять. Тир-2 команда против тир-1 команда. Это что-то из серии, что нам показывали Альянс как раз-таки против Лифтумин. То, что они доминируют, они очень круто играют в макро. Но опять же, Na'Vi сопоставляют с Альянсами. Они там где-то, может, по драфтам какие-то заготовки сделают. Там свои какие-то, может, секретные страты. В общем, что они тут должны играть постоянно первым номером. Проиграть с Na'Vi здесь могут только исключительно из-за своих ошибок каких-то. Потому что Na'Vi реально на порядок сильнее. Они сильнее Альянсов, не сильнее Альянсов. И, соответственно, по логике вещей, должны быть еще сильнее. Ну, еще сильнее показывать себя в этом противостоянии. Должны по-хорошему, да. Альянс обыграли Лифтумин в гранд-финале второго дивизиона. И поэтому, а Na'Vi, в свою очередь, сыграли лучше, чем Альянс. Все понятно. Тут у нас из интересного что? А Париж на первой стадии от Лифтумин? Ну, на самом деле, хотя есть что-то интересное сейчас в драфтах. Есть ощущение, что мы все это уже видели. Мы это все видели, и мы ждем четверга. Да, ждем. Это комната ожидания четверга. У нас долгие дни будут, по 4 best of 3, и вот мы долго будем сидеть и ждать четверга. А матчи все эти... Ну, не, хорошие матчи, что-то скажешь. Хороший оффлайнер с Лордар. Есть аппарат у тебя против Виспа того же, да. Если в него там ультимейтом попасть, хорошо все там будет. Этот выхилл и так далее. Марс классический, да. Хороший лайн, опять же, с Виспом. Вряд ли Виспа будет на пятерку ставить. Наверное, это будет четвертая позиция с Марсом. Это очень хорошо смотрится именно на линии. Дальше по банщикам. Ну, у Na'Vi все посимпатичнее. У них прям Висп, он так заточен под любого героя в будущем. Апарат, он, конечно же, классный мальчик. Он может попасть по Виспу ультимейтам, но нужна супернадежная фиксация. Обычно это фейслес войд. Если фейслес войда нет, если все лежит на плечах у селедки, то в этом случае велик шанс потерпеть фиаско. Потому что уважаемый Апарат, его легко убить. Он на пятерочке, ему легко полететь за спину, опять же, развалить. Его какая-то корка, эта фантомка может убить скрита. Поэтому Апарат это ненадежный герой против Виспа. Поэтому участника и не берут. Да, да, мы уже видели его. В гранд-финале у нас было Париж. Ну, мы видели Топстон на Париж. Там все просто было. Все драки, он убегал. Все драки, он просто нажимал мувпойнт на фонтан, и все драки его забирали. А потом просто переключился на режим альтеррориста, купил Аганим себе и начал там издалека плеваться. Да, и это можно было делать на пятерке. Можно, можно, безусловно. Главное, что Na'Vi были в хорошем расположении духа. Потому что сегодня вроде день рождения Владимира Никагасяна и Кей Роджер. Из-за этого, знаешь, как обычно бывает, сейчас я быстренько отстреляюсь. И, ребят, пойдем отмечать. Там родители, все дела, там стол уже накрывают и так далее. Там гости приехали, Паша прилетел, все дела. Поэтому давайте серьезно к этой серии отнесемся, а потом уже все остальные дела будем делать. Хорошо. Ну, Дмитрий, может быть, Leaf2W нас удивят. Они могут. Но они могут одну карту отжать. Может быть, даже и две. Если Na'Vi пофидит, они, в принципе, могут развалить Na'Vi. Иногда такое бывает. Тер-1 команда, они играют так, что их могут развалить любые коллективы. Это, не, черный день. Или не день Бэкхэма. Как в той рекламе, ну ты понял? Ну да. Поэтому здесь... А хотя ты, скорее всего, ее даже не видел. Ты был малым. Это старая реклама, да. Когда она была, ты, наверное, в детский сад ходил. Какой год? Я даже не помню. В общем, давно это было. Ну ладно. Феникс. Ну, Undying наклевывается. Да, там есть типа аппарат. Но опять же, ультимейтам еще нужно попасть. И все равно Undying, он тебе поможет, Лайнвуд. Это Венга. Венга Медуза. Венга Медуза, да. Медуза напрашивается. Дровка в бане. Сотой серии Медузы. И Carly's of Haze не улыбается против Медузы. Stonegate слишком крутая механика. Даже если на Медузе будет висеть минус броня, она нажимает на Stonegate, ее все равно не бьют. А если ее не бьют, она бьет в ответ. Соответственно, нужно просто убить всех, пока Stonegate не закончился, ну или хотя бы большую часть. Медуза здесь будет хороша, чем она еще будет ломать опять же Супернову. Да. Опять же, не работает, будет не работать хорошо, когда в есть чем. Ну, потому что, во-первых, бить не будет, как Дима сказал. Во-вторых, если Марс одним из первых артефактов соберет с Пеллотус, то Медуза вообще тут будет себя комфортно чувствовать. Ну да, и она слишком устойчива к любому виду бюрста. Она может пойти вперед, поймать Sunray, Fire Spirit, Воронку, Cold Fit, Tice Blast, и она будет жить. А если ей что-то угрожает, Винга ее под конец лапнет, и хорошо. Очень хорошо. И мы уже видели эти стратегии, когда Медуза может проигрывать, 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 проигрывать 20 тысяч, а потом просто взять рапиру и под виспа, опять же, под виспа, просто пойти вперед и все это расстрелять. Да. А справа ребят какие-то мякиши получаются. Ну, они просто нюкают. У них миссия в этой игре развалить саппортов. То есть найти виспа и обезвредить. Войт Спирит с этим справляется более-менее. Это очень хороший герой против виспа, но против Медузы он вообще никакой. То есть Медуза стоит, бьет, Войт Спирита, всех остальных, они там танцуют, она продолжает разрывать. И здесь, конечно же, лифту Вин нужно найти того самого единственного кора, который реально будет способен убить Медузу, а большую часть коров уже забанены. Они могут ее хорошо дизейблить, опять же. Очень много всяких разных замедлений, замедлений атаки, станы, баши, Астрал, вот эти Спириты, которые стоят, да, которые тебя там притягивают. И Медуза, в общем, может постоянно в каком-то дизейбли стоять. И за это время ты, опять же, вот своими вот этими мобильными персонажами, в лице Слардара, у которого есть Коррозив, есть там, Войт Спирита должен именно вот этих суппортов быстренько разваливать. Но против тебя там тоже определенные виды дизейбли, есть в виде копья и так далее. Это тоже все будет неприятно. Опять же, огромное количество хила на выживаемость, поэтому тут именно на исполнение будет идти. Будем надеяться, что Leaf2Win, опять же, хорошо это все исполнит. Перейдем фиксацию для Анатос Винцер. Айсберг. Пак был был хорош. То есть пака нет, ну что-нибудь другое на фиксацию. Любой герой, чтобы поддержать людей на месте какое-то время. Обязательно, чтобы он был не жадный. Инвокер был бы очень крут. Очень крут ходить Инвокер. Торнадо, колдснап, ЕМП, Аллакрити на Медузу и вообще ничего нельзя сделать. Вопрос, а там боди на Инвокере как? Как, Сергей? Ну так. Вот так вот, да? Не его сигнал от ручек. Да, бывает. Ну, Инвокер был бы идеален. Если бы был не боди, я думаю, если бы был какой-то Инвокер плеер, не знаю, там какой-нибудь Тобстон, например, то там было 100% от героя отправился в бан. Это опять же баф хороший. Медузи. Герой, который просто имеет баф в своем активе. И он фармит, забирает у Медузы, она стоит и фармит. Такой приятный парень. Бегать может. Рано очень довольно-таки. Урну взял и побежал. Там левель как-то на седьмом-восьмом по карте бегаешь. Еще вот тут против Феникса, я недавно обнаружил, так заметил, что он очень крут против Феникса. Если Торнадо. То есть, если он издалека кастует Санрей, в некоторых случаях, вот когда там уже, ну, он на левеле, он может прям сбивать этот Санрей за счет Торнадо. Ну и колдснап тоже нормально не дает тебе микрорставив завязать. Да, да, да. Ну что, они задумались, прям задумались. Бадян. Давай инвокера, Бадян. Ты же обещал нам. Новый герой, но инвокер. Инвокер же хорош. Он же мидер, черт возьмем. Молодой, у него там пальчики работают. Надо осваивать, оставить. Напоследок расчехли. Классический Зевс есть. Классический? Фирменный. Фирменный Зевс. Хотя на ави любят Зевс. Ну, контроль. Сайлсер есть. Сайлсер более-менее. Можно контроль. ДП в бане, по-моему, нет? А, тролль. Да, тролль. Тогда ДП, да, тоже. Но опять же, ДП ты не хочешь брать, потому что аппарат есть. Ну да. Упа, чины. Тоже неплохо. Все, он будет контроль чинами. Им нужны дополнительные дизайбл, потому что у них... По-хорошему, один нюкер — это Марс, ну вот именно, который тебя может нормально ловить. Винга, ну такое себе. Она как вот доходит и кого-то пытается застанеть, а она сразу после этого умирает, потому что она уже очень маленький. В общем, Марс и Эмбер Спирит позволят тебе как раз ловить персонажей. Ну и против Войт Спирита кто-то нужен, потому что Марс, опять же, его может ловить только с появлением Иула. Без Иула Войт Спирит не ловим вообще тут для всех. И вот Эмбер Спирит как раз этими быстрыми чинами может цеплять Войт Спирита неплохо. Ну, Нави нужен герой. Точнее, Нави нужна просто даже эта кондиция, когда им не нужно будет никого ловить. Такая катится медуза по прямой. Заходит, бьет базу. И там уже начинается драка. Там какая разница, кто куда бегает, кто куда прыгает, летают люди или не летают. Вообще без разницы. Она просто бьет бараки, и они будут вынуждены пойти в лобовое столкновение. Поэтому Лифт Уин придется драться. И им нужен герой, убивающий медузу. Кроме Арквардена у меня мыслей больше нет. Есть? Нет, вообще нет. Может быть, Спектр еще. То есть Аркварден и Спектр, и все, варианты заканчиваются. Ум лично у меня. Мантимаг какой-нибудь. Забаним. Забанили? И Лансер забанил, и Фантомка забанил. Они почти все забанили. Нага Сирена. Какие герои появляются в голове. Но не в пике. Ну, либо ты играешь быстро, либо ты не играешь. Ну, какой-то Террор Блейд еще есть. Да, кстати. Неплохо. Его тоже что-то подзабыли. Да. А он нормальный парень. Помню. Да. Сандр Изайд. Ну, либо ты берешь такого же героя под темп именно свой и не даешь расфармиться. Ну, сейчас все расфармливаются, если честно. Нага, Сергей. Нага Сирена. Сергей. Ваша школа? Конечно. Работаем. Ну, слушай, интересно, топорщины Нага в пике. Все герои с иллюзиями убрали. И вот, наверное, остатки. Забытые остатки. Да. Ну, Нага спасает положение? Ну, в Лейте я не думаю, но до Лейта можно что-то придумать. Ну, в Лейте там такая медуза, сплитшот, иллюзия. Она по всем бьет, все это умирает. Марс просто дает щит, по иллюзии умирает. Но, если что-то сделать до этого, там, закомбинить как-то под сон, какие-то шансы появляются. На гонеконтритную дозу. Да. Вот столько под какой-то хороший, там, не знаю, Black Hole, вот если будет, что-то из этой серии. Вот так вот работает. Да. Бестов, противостояние 1 на 1 нет. Поэтому им нужно по-быстренькому. Я за рожденных побеждать. И я. Да, ну, посмотрим на коэффициенты от наших партнеров GGBet перед началом первой Бестов-3 серии этого турнира. 3.09, лифту вин, 1.35 на Тусвинсер. Коэффициенты на Бестов-3 серию, друзья. Ну что, давайте начинать смотреть за Double Elimination сеткой. Первую Бестов-3 серию для вас будут комментировать Майлшторм и Джемы. Мы передаем им слово. Да, в этот раз мы гораздо ближе, да, передача слова. Ну, приятно вернуться в старый добрый формат. Но, с другой стороны, вот только у нас отгремела Epic League. Буквально один день перерыва, и вот еще один турнир. Ну, тут как бы не марафон, опять же, как у нас было до этого. Спринт, скажем так. Да, коротенькая дистанция достаточно. Но, тем не менее, у нас хороший состав команд здесь. Есть на что посмотреть. И первый матч у нас такой тоже бодренький, как по мне. Да, все матчи бодренькие. Понятно, что, ну, много об этом говорилось. Здесь рандомная сетка, по словам Dota Pit. Не доверять им у меня оснований нет. Но эта рандомная сетка привела к тому, что у нас верхняя половина получилась значительно уступающей по силе. Вот если судить по именам команд, нижней половине. Но это Double Elimination. Поэтому, собственно, даже если ты где-то проиграл, попавшись на сильного соперника, ты еще можешь пройти по лузерам и так далее. Так что здесь, в общем-то, не так страшно. Более того, вот сегодня... У нас стерео. Немножко в студии, простите. Запнулись непривычки, да, у нас тут изменения. У меня такое ощущение, что на меня Марс этот сел. Да-да-да, где-то за спиной уже кричит. Катится на мне вверху. Короче говоря, в общем-то, у нас... Господи, я забыл даже, о чем я хотел сказать. По поводу из сетки Double Elimination. То, что у нас, даже если ты проиграл, все равно там шансы... Да-да, я вспомнил. Я хотел сказать про патч, что обещали в четверг патч. В итоге, непонятно, если в четверг выйдет патч, то в финал будет играться что, на новом патче? На новом патче, получается, да. Ну, в принципе, зная вал, всякое может быть, поэтому... Ничего страшного. Тем интереснее будет этот турнир, как бы, поэтому... Будем ждать. Так, у нас тут пока что сентри сломали снизу, чтобы освободить крепочков лесных, чтобы появлялись они, делать отводы, я так понимаю, на будущее. Ну и первые баунтируны давайте смотреть. У нас три героя снизу у команды Lift to Win. Выходит наглый Витюн, но... Здесь, скорее всего, заберут ребятки с команды Lift to Win 2 для себя. А вот сверху я не успел обратить внимание. Сверху вроде бы Na'Vi по сконтролу 2-2 должно быть. По баунти. Ну и как тебе противостояние Наги против Медузы? Как по мне, Нага не очень существует здесь. Звучит, как это, заменитая жаба против Годюки. Но, конечно, да, вроде бы герои такие лейтовые, но все-таки, на самом деле, Нага уже давно перестала быть таким персонажем, который является хардкерри и, скорее, является каким-то таким темповым героем, который в определенный момент может захватить преимущества. И она, наверное, лучше работает именно в сплите, в контроле карты, с точки зрения того, что ее иллюзии живут долго. Их много. Они могут сплитить, они могут скаутить. И вот за счет этого надо сильно. То есть понятно, что лоб в лоб, Медуза ее... Да, и как бы это единственный плюс вообще этого героя в целом, как по мне в современной доте. Поэтому мы, наверное, вообще не видим ее на просцене, как таковой не появляется ее. Но и здесь у Медузы все достаточно просто должно быть. На линии ты должен нормально постоять, потом там быстренько выфремил свои шмоточки, выходишь пушить под виспом, под вингой, и все, и как бы тебе непонятно, что делать. Да, просто стреляешь по вышке, потому что, в общем-то, Медузой часто так делает. В минуте там на 20-е он какой-нибудь подходит. И спокойно затягивать против Наги тоже не сильно хочется, имея преимущество. Ну, Нага обычно, если уж и любит затягивать игру, то он там уже прям совсем глубокий лейт, как-то игра, когда переходит. Поэтому, в принципе, у Медузы здесь как-то посимпатичнее смотрится в любом случае. В миде у нас пока что равное противостояние и фена против айсберга. Два спирита — это уже частое явление у нас в последнее время. Ну, Na'Vi сказали, что они будут фан максимально получать от этого турнира. Ну, посмотрим, насколько фаново у них тут все сложится пока. То есть они не планируют прям кровь из носа. Понятно, что очень много сил было отдано командами, ну, так или иначе, на Epic League, потому что даже если какие-то команды уже там играли, скажем так, не в полную силу, это было вызвано тем, что, ну, просто уже устали от патча. То есть силы моральных было отдано много. И вот еще один турнир, вроде бы, заключительный в этом календарном году. И, конечно, многие команды уже просто его доигрывают. Хотя, с другой стороны, вот, напрячься для того, чтобы буквально сыграть. Если ведь ты по венерам пройдешь, то три игры, получается, да? Четвертьфинал, полуфинал, финал, а, ну, пять, да, четыре и грандфинал. И, собственно, все. Ну, основных имеется в виду три, но, наверное, когда... Да, да, да. И ты уже, как бы, чемпион, и все. По лузерам немножко сложнее. Неплохо здесь Акула еще залетает по лицу. Нужно отбегать уже. Все-таки второй ловел уже получила и Винга, и Нага. Нужно быть поаккуратней. Он вроде бы прочный, но вот так вот на рейнджей его разбивают. Самое неприятное, что на лоу-хп он этой Медузе ничем мешать не сможет. Дрим тем временем Курьера Генеральского убил. Да и даже не на лоу-хп, а дальше-то что здесь делать? Медуза только сильнее с ловлом будет становиться, а ты уже не можешь подойти к репам никак. Единственный шанс ее вот брать, ну, что называется, с наскока. Ну, как-то так, да. То есть на фулл-хп подходишь, с Фениксом залетаешь, баш, стан, баш. Но уже понятно, что это сделать очень тяжело. Потому что, во-первых, нужно подойти к ней, это непросто. Во-вторых, она довольно прочная, потому что появится Манна Шилл. Ну, достаточно прочная. И в-третьих, если ты на лоу-хп, то ты просто не подойдешь, а ты умрешь. Да, Манна Шилл – это очень хорошая вещь в плане выживания. Так что я бы недооценивал ни в коем случае способность. Учитывая, что здесь, конечно, в теории может Манна Бернером выступать Нага, да, та же, с диффузами какими-нибудь. Но это единственный герой, который может что-то делать с Медузей. Да, и это вот как раз-таки вот быстрый какой-нибудь там Манта, диффуз. Может быть еще один слот, типа Скади, Тараски, что-нибудь такое. И вот Нага должна что-то с этими слотами будет предпринять, потому что уже после этого будет все сложнее и сложнее. Так, Санейка здесь охраняет тем временем рунку для кого? Для тиммайтов, но нет. Ну, Айсберг забирает ее с помощью фистоп в итоге. Да, Санейка, то есть ему еще и помог сэкономить время. Я даже сначала не понял, что произошло, только после, что он успел за контролем как-то, значит. Очень странно. Обычно, ну, как бы он так просто стоял прямо на руне. Если встать чуть-чуть с краю, ты будешь иметь возможности и заденать с одной стороны, и Эмбер не сможет ее подобрать, потому что его моделька не будет над руной. Но вот так вот сыграно, хорошая игра от Айсберга. Так, это минус Курьер у нас, кажется, сейчас будет. Да, тут и Роджер. А что он стал-то? Не знаю. А тут у нас, по-моему, сейчас еще и минус Санейка будет, а? Да, еще один, а, стычка от Генерала. Парочку точнее надо, там, стики выживают. Маме не хватает, да, кулдаун. Санейка прям супер-перформанс. Курьера отдал, хотя мог бы еще отвезти, при этом сам чуть не погиб. Из-за того, что проиграли стычку, отдадут две баунти-руны. Но, правда, снизу при этом... Там драка снизу завязалась тем временем. Стан залетает, вымершен и иммершен. Тот на развороте получает также станчик Олсена Флай. И кто же в итоге погибнет первее? Первым погибает Винга. Все-таки Флай отдал ФБ. Никуда не уйти ему от этого амплуа. Ведь Тюна бьют, у него не вкачан ни мана шилд. Вкачал уже, да. Сейчас, наверное, под конец прожмет. Ну, нормально. И без него справился. Вот как раз если Слардару дается сесть, что называется, на хвост Медузе и постоянно бить-бить-бить-бить-бить, то это получается эффективнее. Ну да, но это один на один, опять же, противостояние. Когда Винга вернется обратно на линию, продолжит Медузу нормально фармить. В любом случае вопрос о Нетворсах. Вот все о Нетворсах. Что у нас у Медузы 2200, у Слардара 1900, Медуза идет хорошо, дальше она фармить будет быстро. Правда и Нага будет быстро фармить, но Нага отстает пока что. Очень хорошее начало от Войт Спирита. Может быть, ФН как-то просолирует на этой карте? Ну, хотелось бы, потому что нужен герой, который начнет создавать все-таки экшен по карте, по-хорошему, для команды Lift to Win. Вот. А Нага действительно как-то плоховато стартанула вначале прям. Не сказать, что ее прям сильно душили на линию просто. Как-то беготни много было, что-то упустило крипов, где-то ее генерал отогнал, и вот вам, пожалуйста. Ну, опять же, Нага ей даже вот в отличие от многих героев, ей даже как таковое пространство не нужно, она сама его в любом случае находит, потому что она просто куда угодно может иллюзии отправить. И единственный способ не дать этого сделать, это убивать все иллюзии, а это сложно. Даже в игре, где ты над Нагой доминируешь. Поэтому она точно свой фарм возьмет. Нет, это я не сомневаюсь ни в коем случае, но до этого момента нужно... Ну, хотелось бы начало получше. Даже жить как бы, да. Начало, конечно, пока не очень. Ну, ладно. Безусловно, темп он решает. Вот, как раз кейфхенд перетягивается наверх. Сейчас, возможно, будет нападение на генерала или Роджера. Все, спалили его. Нет, по-моему, только вот сейчас увидели. Но, да, тут генерал в любом случае убегает, начинает манцевать. Захиливает Роджер, перетягивается наверх у нас также на помощь Айсберг. Генерал погибает только сейчас на развороте. Неплохо пробивает Санэйка и Дрима. Но Айсберг в итоге никого не смог поймать, потому что привязки нет. Нет, Санэйка все-таки добивает. ДД все-таки есть. Четвертые фисты очень больно пробивает. В итоге размен здесь. Но Слардара могли не отдать. Айфен ловит на Ремнанта Айсберга. Роджер с Айсбергом идут до конца. ДД уже закончилось. И Фэна видят. Ну, слушай, но Айфен сейчас заберут. Да, да. И Фэн тоже погибает. В итоге отменяется еще и телепортация. Кто-то там летел. И это хороший размен получился для команды Нави. Это очень хороший размен. Причем они могли и генерала не отдать. Они увидели вот на этом варде, который стоит справа, краешком. Так еще и Дрима можно погонять, слушай. Можно, да. Да, 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 можно. Да, там вот так еще наваливаем, иллюзии забираем. Неплохо, неплохо. Ну, получилось классно. Потому что теперь топ-1 по Нетворсу становится Эмбер Спирит. Из-за того, что Вод Спирит погиб. Более того, из-за того, что эта вся беготня происходила, единственный, кто поднял деньги, фактически был Эмбер. Но Медуза никуда не уходила. Медуза фармила. Поэтому она тоже подняла свой Нетворс, и они с Эмбером сейчас возглавляют. Генерал при этом не так много потерял. Потому что, ну, его убили, но в целом он тут же возвращается, продолжает фармить. 3100 Нетворс у него. Великолепное начало от Na'Vi. Они пока что показывают себя фаворитами. 2000 за ними. И уверенно, уверенно... Да, хорошее начало, хороший темп могут взять. Главное, не растерять. Это Na'Vi уже неоднократно показывали, как они могут ошибаться, загуливать и так далее. Бывает, да. Мы видим, что Дрим вообще уходит в лес. Но это, знаешь, стандартный геймплей, мне кажется, любого иллюзиониста, а-ля Медузы, а-ля какого-нибудь ТБ, который там на пятом левеле. Там два в рейсбэнда или три выфармливает и просто выходит в лес. Он стал даже сейчас не иллюзиониста, а агильщика. Ну да, любого агильщика, наверное. Идровку сюда тоже можно вписать. Хотя, казалось бы, никаких иллюзий у нее нет. Но да, вот она там будет качаться сейчас. Этот треугольник себе спокойно. При этом Дуза стоит абсолютно спокойно на легкой. Генерал здесь курьеров подрезает. Кстати говоря, с артефактами. Акулыч пытается зайти в спину, но он здесь один. Но он здесь один вряд ли что-то сможет сделать, учитывая, что рядышком Винга, который всегда подсейвит. Получит Змейку, Wave of Terror, Стан. Даже если бы не было Винги, да, вряд ли он сможет соло забрать здесь Медузу. Так что он просто пытается впитывать экспу хоть какую-нибудь. Сверху тем временем Нави подпушивают очень плотно уже вышечку и, наверное, заберут. Да, чехуардов происходит. Нави действительно на девятой минуте перетягивается, но перетягивается айсберг. С другой стороны перетяжка у нас в итоге получилась. Да, вышку, скорее всего, заберут. И дефать ее лифт и вин не собираются. Лифт и вин при этом выходит на вышку на центре. Нави должны ее будут дефить. Ну что, центральную вышку отдавать никак не нужно. Да, да, я согласен. За центральную вышку нужно бороться. Но, наверное, перетяжка будет сейчас от команды Нави. Так, забрал айсберг. Да, уже полетел. Ну, так себе подпушили, прямо скажем. Видимо, аппарат что-то там покидал, потому что на миникарте было видно три точки, которые что-то делают. Но на деле это был феникс, который стоял, смотрел. Аппарат, который стоял, что-то там бил. И войд спирит, который милишник, ему не особо удобно. Он так что-то посмотрел, побил, но не особо продамажили. Короче, здесь тоже в пользу Нави все сложилось. И сейчас будут баунти руны. И уже перетягивается генерал на то, чтобы контестить правый баунти руны. Да, и не только генерал, но и Роджер на ВСП прилетает. Есть информация об этом у ЛТВ. И, возможно, им стоит отдать. Их, они еще и на вардах. Ой-ой-ой, Санейку увидели. Выходит генерал, пошел щит. Хочет поставить арену. Генерал ставит ее, закрывает Дрима. Много иллюзий, замерзает от коллфида. Ну, кстати, генерал сейчас может нафидить. Но нет, нет. Подтягивается Роджер. Пошел у нас врыв. Забирают в итоге феникса. Отлично. По баунти что в итоге? Да, и стаки. Стаки, вот это, конечно, очень неприятный момент для ЛТВ. Отдали героев, отдали крипов. И сейчас еще левые баунти руны должны достаться Нави. То есть, несмотря на то, что там правые могли как-то успествовать. А куда же Акулач здесь вышел с Дримом? Сейчас Акулач может погибнуть. Ну да, нужно убегать. Или будут комбинить. Ну, подо что комбинить? Это очень большой риск. Давайте смотреть. Ну, давайте смотреть. Нет, нет Айсбласта. В итоге Флай выживает. Его не забрали. Винга только сейчас погибает, но остается иллюзия. Генерал побежал вперед. Но здесь как бы гоняться за Акулачем на воде не самая лучшая идея. Шестой левел получает наконец-то Санейка. Пошел Айсбласт. Генерал под минус армором пытается убежать. Генерала, скорее всего, тоже заберут. Минус два делают лифту вин. Но Витюн продолжает здесь отстреливаться. И приходит Айсберг. Есть привязка. Привязывают теперь еще и Акулача. И Акулача бы забрать было бы просто шикарно сейчас. Хоть какой-то размен для команды Na'Vi. Да, его забирают. Но не так плохо получилось. Нет, не так плохо для лифту вин. Но Na'Vi как-то сами очень плохо сыграли. Генерал куда-то убежал в одну сторону. Все как-то разделилось. Непонятно, что делала группа героев справа. Потому что нам показывали, как генерала избивали. Где был Айсберг? Но вот зато четыре баунтируны, собственно говоря. То есть мы имеем Драку, которая вроде бы выиграли лифту вин. Но все равно Слардара отдали. То есть выиграли с небольшим преимуществом. Но при этом отдали четыре баунтируны суммарно за отрезок. До этого проиграли Драку. И сейчас уже 12-ая минута. Ни одной вышки они даже близко не спушили. Так, у нас пошел какой-то релокейт на топ. А, у Наги нет сна. И Нага здесь в арене стоит. Ну все, да. Дрим сейчас погибнет. У него и так был не самый лучший Нетворс на кассе. Снизу сейчас будут принимать. Но Роджер должен просто один прилететь. И все. Нет, не успевает Роджер. Сбивает сразу же тизер. И он погибает. Ну вот вернись он с Медузой. Можно было о чем-то говорить. Но он вернулся один. И по сути дела он стянул всех соперников вниз. Потому что они хотели хоть как-то ответить за эту Нагу. Размен, конечно, неравный четверку на первую позицию. Единственный плюс для лифту вин. Они сейчас снизу оказались. Они наконец-то вышку эту заберут. Но эта вышка должна была уже упасть минуты как три. Да, но это боксинг с вышкой. Вопрос только в другом. Здесь как быть Наги в этой игре? То есть мы видим, что Медуза уже очень сильная. Уже 6500 почти нетверса имеет. И только будет разгоняться. И Нави, я уверен, пойдут сейчас пушить, ломать вышки. Где фармить-то? Медузе не ясно. Остается только треугольник. Разве что свой. Как-то выфармливать. Но Медуза прям очень сильно отстает. Нага, простите. Да. И вот так вот просто отдают центральную вышку. Да, да, да. По сути. Ну и что толку от этого из бласта, если драки никакой нет? Да, это очень печально то, что вышка на центре просто отдается. Это существенно осложнит сейчас присутствие Наги на собственном треугольнике. Потому что эта вышка, она все-таки очень сильно мешает на него вот хотя бы... Ну да. Дриму могут найти. Дриму нужно уходить отсюда. Да. Все. Уже сейчас будут просто бегать, фармить эти иллюзии. Не давать Наге фармить иллюзиями. Нага без иллюзий. И в принципе фармят медленно. Не говоря уже о том, что здесь их нужно куда-то посылать подальше. Потому что... Ну вот видите, где находится, например, Акулыч. Он там на своем Слардаре фармит вражеский лес. Потому что других точек нет просто. Его найдут и убьют. И Мершан только под Тир-2 вышкой может вот так вот выходить. И то за счет Икару Сдаева чувствует себя относительно в безопасности. Но вот приходит Витюн. Он понимает, что кто-то... Да, кто-то здесь, как в сказке, да, кто ел в моем лесу. Тут Крипов и Акулыча сейчас могут поймать. Да, залетает Стан. Он пока что под спринтами. Но сюда уже перетягиваются айсберг. Есть свап, привязка. И Акулыча отправляют в таверну отдохнуть ненадолго. Теперь действительно можно сказать, что Акулыч ел в лесу. Резент. Так, Аркейн Руна. Нет, Майо, говорит ФН. Из-под носа ворует и убегает. На хосте с Аркан Руной. Ну хотя бы Руну не давал. И то при этом, потому что фисты под Аркан Руной... Так, но там Генерал пошел вперед драться. Генерала не остановить, я так понимаю. Генерал... Нормально. Генерал спасли. Хорошо. Нет, не спасли. Не спасли. Он был под кличкой. Он же был под айсбластом. Ой-ой-ой, точно же. Точно же. Я так понимаю, где-то уже около базы. На фонтане. Прямо на фонтане. Ну да, на нем лежала птица. На нем лежал айсбласт. Поэтому он не регенерал. Пока Генерал вносит интригу в этот матч, вместе с Роджером сейчас еще и Флай заберут следом. Минус три в итоге. У команды Na'Vi. Ну это Na'Vi. Это Na'Vi, да. Это вот то, о чем говорил ты буквально минут семь назад. Бывает такое. Я даже думал поспорить, но потом думаю, не, пожалуй, спорить я не буду. И я совершенно верный. Ничего страшного. Ничего страшного. Самое главное для команды Na'Vi это то, что Медуза продолжает фармить. И то, что Эмбер тоже продолжает расти. Пятнадцатая минута. Баунтируны. Очередные появляются две. Две как минимум заберут Na'Vi. Две забирают, да, себе lift to win. Два-два в этот раз. Уже манта стайл готова у Медуза. Тут Дриму продолжает Генерал гонять. Ну да, Дриму прям тяжеловато, мы видим. Куда бы он ни пошел, везде его находят. Ну и разрыв только увеличивается между кэрри обеих команд. Да, но между кэрри увеличивается, при том, что так он немножко... Сократился, да, глобально, я согласен. Так, Блинкдаггер появляется у нас у Слардара. Слушай, ну вообще так-то, в теории, комбинацию команды lift to win очень хорошая. Да нет, могут поиграть. Под сон, под Супернову, под Ice Blast комбинить очень хорошо можно. Всегда можно действительно зажечь Супернову под сон. Закончится он прямо в момент, когда Супернова взрывается и застанет всех героев на долгое время. Комбинация есть. Более того, опять же, можно не драться с Na'Vi в лоб, а постоянно их сплетить по карте. Матч с OG, это последний матч Na'Vi на Epic League как раз-таки в нижней сетке. Он, я пытаюсь вспомнить просто, в нижней сетке это было или нет, но в любом случае этот матч показал, что Na'Vi как раз-таки слабы. Да и вообще СНГ-команда вот в битвах с OG на данный момент слабы именно при вот таких вот каких-то разводах и при нешаблонной игре. То есть не когда идет стенка на стенку, когда стенка на стенку, это да, здорово. Na'Vi тут бы с радостью подрались и выиграли. Но вот когда начинаются вот эти разводы с людьми, посмотрите, что делают. Сверху находится Войт Спирит, снизу Нага. Нагу взять непросто, она нажмет СО, но летит. При этом Витюн пушит один фактически, из бафов у него ничего нет. Вот еще и Айсберга находит, сейчас он может уберечь. Он под Айсбластом, да, он сейчас может погибнуть. Да, скорее всего, умрет, слушаю. Надо бы Виспу как... А, тут еще помощь залетает. Висп мог попробовать приконнектиться, нажать оверчарш. Я так понимаю, что это было в кулдауне, но действительно, после того, как Феникс залетел, уже было бесполезно. Санейка делает телепорт, генерал здесь на него нападал. Мистер Акулыч с генералом здесь танцует в лесах, но подтягивается сюда также Войт Спирит, подтягивается Феникс. Иллюзии Наги, обрати внимание, уничтожили крипов. Линия теперь не будет пушиться, Нага уже на миде. Ну вот, начинается вот этот вальс. Фактически фармит у Na'Vi одна медуза. Остальные герои пытались бегать, что-то делать, но... Все это в итоге привело не к стагнации преимущества, а вообще к его потере. Было 4 тысячи 100, ладно? Я бы сказал, Na'Vi в своем темпе играют. То есть мы выигрываем начало игры, потом где-то в мидгейме немножко подумираем, отдаем половину преимущества, остается немножко, и самое время опять наращивать. Вот сейчас Na'Vi набегает. Ну, пока хотели кого-нибудь еще подцепить. В итоге, да, действительно забрали только одного аппарата. Больше никто из команды лифтовин не подставляется. Аппарат это не очень интересно, конечно, и фраги на нем. Потому что вся остальная команда... Вот сейчас немножко... Интересно, что задумали лифтовин? Они просто идут, или они какую-то засаду готовят? Вот, например, Naga сейчас... Сейчас Dream'у могут найти, как минимум, да? Спалили, вроде как, не угадал немножко Olsen of Fly. Ответное нападение на генерала. Здесь пошла сеточка, свап. Арена, генерал выкидывает копье, но сам погибает, к сожалению. Но в это время с релокейта прилетает VT. VT пока что контролит FN, не дает ему просто дамажить. Olsen of Fly погибает. Минус 2, герой уже у команды Na'Vi. Пошел Stone Gaze в рассыпную пока что лифтовин. Сон, и вот та самая комбинация. Давайте смотреть. Сейчас как бомбанет мантой, нужно доджить. Нет, кажется, не смогу. Сайз-бластом накрывают Медузу. Медуза погибает. И это минус кэри. Основная сила, домашнейшие команды Na'Vi. Поймали еще на айсберг. Айсберга прожигают с Андреем. Айсберг тоже в таверну отправляется. Полноценный камбэк только что произошел на ваших глазах. Это переворот, я бы даже сказал. Потому что камбэк был до этого, а сейчас вот именно, что настоящий переворот. Но я бы так сказал, что Na'Vi вообще ничего не поняли. У них был четкий сигнал, что это ловушка, что это засада. Потому что когда они увидели иллюзии Наги, они должны были понять, что Нага здесь, и вроде как можно попытаться ее убить. Но в этот момент генерал убивает Курьера и Мершина. Какого черта там делает Курьер и Мершина с телепортом? Это значит только одно, что Феникс тоже там. А если там Феникс, то скорее всего там еще кто-то. И возможно там вся команда соперника. И действительно они попались на ту самую ловушку. Хотя после фрага на Курьере Феникса с телепортом можно было сыграть, ну не то чтобы прям отступить, но сыграть несколько аккуратнее. Отличная драка от Лифтовин. Ну слушай, если сейчас еще Лифтовин умудрятся подраться, ну смогут подраться за этого Рошана, это будет вообще шикарно для них. Я думаю, что Нави как раз таки идут, потому что Лифтовин не особо могут. У Лифтовин только Супернова нет. Супернова и Сна нет. Но есть Айс Бласт. Надо было кидать Айс Бласт уже на прочек, и сейчас бы это очень сильно задержало Нави на Рошане, выиграло время. Не уверен, что Лифтовин вообще прочитали этот момент, если честно. Они не поняли, что только сейчас полетел ультимейт. Короче, слишком поздно, уже все расходятся здесь. Рошана отдадут. Но это не так критично пока что, потому что Медуза здесь, это не Медуза с рапирой, которая сейчас будет. Ну да, здесь Медуза все-таки будет пока выфармливать себе, видимо, дальше с Кади молнии какие-то. Все-таки с иллюзиями надо как-то бороться, Медуза. А, Наги, боже, я не знаю, это у меня у одного такая проблема? Да. Да? Или это у всех так бывает, что понял, ладно. Ну, я вечно их путаю, простите. Ну, в принципе, они похожи. Похожи чем-то, да. Как ни крути, если брать вот первую доту, да, модельку, то и то, и другое, это были Наги, просто разные, так скажем... Специализации. Да, да, да. Это была, по-моему, королева Вайши, вот эта вот Медуза. А Нага. Да, черт знает, я уже не помню, кто кем был. Ну, короче, суть... Ну, вообще, Наги-то как раз-таки от эльфов и произошли, насколько я помню. Суть в том, что... Так, 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 так... Да, нападают на айсберга, айсберг погибает, очень быстро его растерзали, подцеплили еще здесь Олвис на флай, он тоже отправляется в таверну. Что-то на вид такое ощущение, что посыпались. Вот Аегис, опять же, вот этот Аегис, он, ну, ничего не дает, если вот будет такая игра, и очень хорошо действует ЛТВ на встречных курсах. Генерал. Ну, генерал пока не хочет врываться, просто побежали за Санэйк, продамажили его на развороте, могут подцепить генерал, и Фэн врывается под Саленс. Боже, что происходит? Они просто фидят, умирает Медуза, минус Аегис, сейчас еще генерал заберут, генерал напоследок дает арену, байбэк делает Олсона флай, генерал погибает, Витюн дерется до конца, а здесь пока прожал Стонгейс. Ну, тут сон от Наги Сирены, опять же, можно это время все переждать. Переждали. Да, и просто отступить два байбэка, потрачено от команды Нави. У них даже ульты очень схожи в каком-то плане, просто на каждый Стонгейс нажимается сон, и никто ничего не делает. Медуза не бьет, при этом Нага тоже стоит, либо спиной, либо в каменной форме. Да, очень странный момент, потому как все развивалось. То есть, Нави пошли куда-то, где у них не было шансов, и они шли до тех пор, пока ЛТВ не увидели, что ну все, мы заманили их, разворачиваемся, даем по голове. Четыре тысячи. Ну, весело зато, наверное. Нет, да, да, я думаю, что Нави молодцы, на максимум фана играет. Ну, теперь смотри, сейчас нужно дофармить Скаде, дофармить Молнии и Рапиру, чтобы максимально веселье было у нас на первой карте. Ну, интрига, все дела, как бы. Просто практически сравнялись они, учитывая, что до этого было все не так радужно. И, казалось бы, сравнялись Нага и Медуза, ничего страшного для Медузы в этом нет, потому что она герой сильный. Но для нее страшно то, что вот этим фидом получился довольно серьезный Водит Спирит, 11300, при том, как у Эмбер Спирита всего 9. Из хороших новостей, конечно, Марс все еще опережает Слардара, но сдается мне, что у Слардара здесь игра, ну не то чтобы попроще, но... Задача у него попроще. У него прыгнул Далстан, все, ты контролируешь цель Марса, очень тяжело поймать некоторых героев, ему нужен, как говорили в аналитике ЕУ. Ну и вот это все преимущество фактически сконцентрировано у ЛТВ в Фениксе, потому что именно Феникс опережает на 3-4 тысячи саппорта команды Нави. И Феникс, ну это сильный герой, и у него, посмотри, как много, у него есть Весл, что само по себе хорошо против Веспа, у него скоро будет Алибарда, то есть птичек раскидал, Алибарду повесил и поставил Супернову, шанс ее разбить гораздо ниже. Это не говоря уже о том, что там еще есть сон, и по-хорошему Нави в какой-то момент, но против Наги правило такое, либо ты не покупаешь БКБ совсем, потому что, ну тогда она усыпляет всех, но тогда тебе наголо падает Супернова. Либо ты покупаешь БКБ, но на нескольких героях сразу, потому что если один герой купит БКБ и нажмет его, то он останется один против пятерых. Наверное, только у Дузы есть в таком случае шансы под Стоунгейзом. Ну я думаю, что Дуза себе может позволить такую роскошь, как покупать БКБ, прожать в одиночку, если там рядышком Вингаге, то будет нормально. Это даже может быть необходимость, потому что если висит Супернова, то нужно кому-то. Но опять же, БКБ это не панацея. Во-первых, в БКБ можно реально наполучать очень сильно, во-вторых, оно все меньше и меньше. В-третьих, кто-то может купить себе рано или поздно Эбисол и глушить эту, пусть на доле секунды, на 2 секунды какой-нибудь баш сработает, и этого уже не хватит, чтобы разбить ту самую Супернову. Это правда. Не говоря уже о том, что Алибарду. Алибарду можно получить до БКБ, да, согласен, и ты уже не дамажишь. Так что да, да, учитывая, что Нага там себе собирается дальше бабочку покупать, ну я думаю, что вопрос с Рапирой сам по себе напрашивается здесь, что она нужна будет в любом случае, потому что нужно будет как-то пробивать ее. А мы пока ждем там какие-то проблемы с соединением. Пакет Лосс написали. Да, меня обсерверы учат Доте, говорят, что Верчарж бы не помог. Ну, тогда это многое объясняет в таком случае. Ну, в любом случае, Феникс там доконтролил в том моменте очень хорошо. Вообще, Имершн здорово отыгрывает эту катку. Спасибо, Апсам. Да, продолжаем. Ну, знаешь, я бы сказал, что эту информацию уже можно, в принципе, и начать забывать, потому что, возможно, со следующего патча Оверчарж вообще не будет. Или там в Испании будет, например. В Испании будет. Ты думаешь, что настолько сильно все изменится в Доте? Не, если он выйдет в четверг, это просто будет... Я буду в голос. Если он реально выйдет в четверг, и в пятницу у нас будет бага-финал с кучей багов, дисбалансов и так далее. Да. Так, ну ладно, пауза, я слышу, отжимается и снова ставится. Я не верю. Я верю в то, что он выйдет в понедельник. О, не в понедельник, а в пятницу вечером. В пятницу вечером. После финала Доте Пит. Ну, мой прогноз такой. Хотя, может быть, я слишком плохо знаю. Ну, это денек еще подождать, это просто супер логично, с одной стороны. С другой стороны, конечно, что бы не выпустить. Не, ну, с другой стороны, хочется уже побыстрее выпустить, чтобы... Я говорю, хочется в понедельник, но понедельник был вчера. Да, да. Вот, а тут бах, и завтра выпустят, кто его знает. Ладно, это, конечно, маловероятно. У нас там, тем временем, навесмок разбили и идут в атаку. Только вот куда? Вопрос пока открытый. На Ифена напасть, но его сложно подловить будет здесь. Нужно идеально ворваться, наверное, как-то генералу. И одному не подловить. Да, здесь у нас нападает в итоге на Санейка. Санейка забрал у нас айсберг. Да, Ифен уже все, улетел при этом. То есть верхняя линия пустует. Ну, окей, Скаде готова. Скаде готова. Дальше что будет собирать Медуз к себе? Ну, молнии. Но молнии. Она хотела молнии. Она хочет пику. Пику молнии. Очень, конечно, интересный билд. Но игра такая нестандартная. А здесь вот как раз-таки Скаде. И следующая слотом бабочка. Интересно, что не делает диффузал. Хотя диффузал на Наге это, в принципе, стандартный выбор даже для игры без Медузы. Но решил, что... Да я думаю, что может быть и нет так много смысла сейчас. Это говорит только о том, что вот единственный план, который может быть, не покупая диффузал, что ты Медузу вообще не трогаешь. То есть ты трогаешь всех остальных. А потом, когда Медуза остается одна, в принципе, если она там не какая-то суперздоровая, а здесь она, ну, не так сильно отрывается, то забрать ее можно и без диффузал блейда. Разбивают смок. Да, но правда разбивают, да, лифту винт. Теперь в ответочку. И сейчас мы готовы нападать, я так понимаю. Только на кого? В меди на Витюна, либо сверху на... Ой, висп. Все, висп показался. Да, кулачник. Билблинг. Да, кулачник успевает ворваться. Развели на Стоунгейс, можно сказать. И на Эсбласт. А кулач, видимо, если вот посмотреть его плеер с перспектив, смотрел на виспай и даже не увидел, что у него тычка Медузы залетела. Но а кулач все еще может ворваться. Да, и Мерша нашли генерала под колдфит. По-быстренькому забрать его могут с вап от Винги. Но этот генерал, по-моему, не спасет сейчас. Винга точно погибает. Нет, спасает генерала. Хорошо. Винга действительно погибает. От Наги. Поймали Айсберга. А Айсберга кто будет спасать? Его сложно, потому что тут ремнон. БКБ. БКБ будет спасать. Сам себя спас. Но на развороте нападает на кулач и привязывает двоих. Вместе еще с Нагой подцепили здесь. Забирают пока что одного только Слардара. Копье отлично и залетает. Нагу могут забрать. Да, Нага погибает. Это уже минус два от команды Нави. Погоня продолжается за ФНом. ФН пока... Ну, он может помонсить. Скорее всего, уйдет. Не ожидали. БКБ на Айсберге. И это их очень сильно подвело, подкосило. В итоге проигрывается драка. Но, опять же, преимущества практически нет. Нави просто возвращают себе инициативу, скажем так, моральку какую-то. Да, да. Я думаю, что в первую очередь именно вот эти составляющие и важные для команды Нави на данный момент. Что они просто понимают, что они могут убивать. Убивать достаточно просто, если все грамотно сделают. У Нави реально вот веселятся. То есть нет какой-то такой вот супер дисциплинированной игры. Просто месяц бегают по карте. И им нормально. ЛТВ пытаются делать то же самое. В принципе, у них тоже получается. Игра довольно равная. Всего тысячи преимущества. И чем она закончится в такой доте, ну, очень тяжело сказать. Предсказать достаточно сложно. Я согласен. Но пока вышку забирает Нави сверху. Т2. Можно забрать будет еще и ванпост сразу же, наверное. А, они уже его забрали, потому что вышки в миде нет. Минус БКБшка. И сейчас добивает все-таки ФН. Очень круто действовал здесь. Даже через Блокинг Бар хватило урона. Ну, по Дайс Бластам доковыряли. Минус заряд БКБ, минус Айсберг. Ну, вот опять же. То есть какой-то махач. Ну, не по-пацански, конечно. Потому что не один на один, а друга позвал. Ну, знаешь, дота командная игра все-таки. Один на один будем в Mortal Kombat'е каком-нибудь разбираться. Там, а не знаю, или еще где-нибудь. Здесь все-таки любой фраг – это хорошо. Думаю, что ФН не очень хочет один на один гид с Айсбергом разбираться, как и… Согласен. Как и многие, наверное, люди. Так, ну да ладно. Тут у нас продолжается наступление от команды Leaf2Win в миде. Правда, расстреливает Дрима. Витюм. Слаб какой-то пошел. Что-то происходит. Непонятно. Роджеру больно, я смотрю, очень Роджер. Под минус армором разваливается. Да, погибает Виз. Пазахила теперь не будет. Да. В это время падает вышка. И Вингу забрали тоже. Да-да-да, попутно. И теперь… Слаб какой-то непонятный. Я не обратил внимания, где там Винга развалилась. Но я так понимаю, куда-то в кучу она слабнулась и просто моментально погибла. Возможно, хотела Виспа спасти или кого-то там как-то… Ну, что-то не разобрали здесь Нави. В итоге теряют двух суппортов. Но самое главное, что Нага… Да. Пока еще не является какой-то супер угрозой. Да, и Leaf2Win заняли треугольник команды Нави. И теперь сложно будет Нави туда зайти. Война иллюзий. Иллюзии просто сплит пушат. Так, ну что, смог от команды Нави какой-то или что? Что они хотят сделать? Ну что, враг на горе и так все понятно. Ну да, и так ясно. И враг знает, где Нави. Подняться на гору будет что в смоках, что без смоков очень тяжело. Есть телескоп дополнительно для Медузы нормальная тема. Ну, Dream так. Да, Dream пока подманивает на себя. А тут на ответочку залетает. Свап от Винги. Летит Айсбласт. Стан отличный от Акулача. Контроль от Витюна. Надо Витюна спасать. А кому спасать-то? Спаситель в таверне, к сожалению, сидит. В итоге Витюн погибает. Айсберг просто уходит из драки. Минус Медуза. И, скорее всего, минус центральная. Это два вышка. Да, ну, что-то Веспа нет. Куда-то идем. Там Нагу контролят. Отличная игра вообще в целом, конечно. Атака образцовая от Leaf to Win. Красивая, супернова. Все законтролили. Все как надо сделали. Айсбласт там залетел куда-то в Марса при этом. Чтобы он тоже пошел домой. Так, ну, у нас тут продолжается драка Айсберга. Избивает уже под Т3. Но тут опять БКБшка. И на развороте Акулач погибает. ФН успевает убежать. Акулач решил поражать БКБшку уже в последний момент, когда ХП практически не было. Ну, это классика. Это классика Доты. Жму в последний момент. Ладно, в это время продолжает вышка падать. Но ее вроде как Нави могут защитить. Залетает копье. Не попадает, правда, под Риму. Пошел сон. Ну, и Leaf to Win отступает. Она просто на эту же центральную линию телепортируется. Только на Т3 вышку собственную. И продолжается у нас... Веселая Дота. Но я так понимаю, без ХП у нас остаются ребята из команды Нави. Потому что аванпоста-то нет. Да, ХП они не получили. Ну, вот у них все вот так вот. Вся ХП, все золото у них в Медузе исключительно. Уже она неприлично отрывается от Айсберга на целых 6 тысяч. В то время как у ЛТВ такого разрыва нет большого. У них скорее неприлично богатый Феникс. У которого уже алибарды должны быть это делали. Так, там интересный момент. Сейчас был смок разбит от команды Нави. Но в спину на ванпост перетянулся. У нас получается Слардар. Сейчас все спалит или его заберут одну из двух. Да, его в итоге, наверное, заберут. Бедный Акулыч погибает. Да, минус. Ну, он как бы четверка. Ну, спалил смок с другой стороны. Да, опять же. Самое главное, что... А, нет, слушай, он не успеет к Рошану появиться. Рошан уже появился. Ну, Рошан тут залетает вот такая вот Айсбласт. И Рошана бить уже не так хочется. Сейчас найдут иллюзии. Потом еще там Феникс с Суперновой где-то рядом. Да, вот он залетает. Ставит ее прямо в эпицентр на самом деле. И пошла драка. В это время ФН забирает Роджера, я так понимаю, да? Да. Да, еще и Олсен Офлай погибает. Минус два. Саппорт у команды Нави. Есть байбэк. Олсен Офлай возвращается обратно. Привязочка залетает в Дрима. Но там есть Манта Стайл. Поэтому Дриму плевать. Курьера сбили с Солором. Айсберг интересный. ЭТП сбивается в итоге. И Айсберг погибает. Как же ФН здесь отыгрывает. Еще один байбэк от команды Нави. Пошла арена. Не попадает копье от генерала. И ФН еще выпрыгивает из арены. Да что ж ты будешь делать? Санейка отдувается, видимо, за свою команду здесь. Да, погибает он. Великолепный сон от Наги. Где ты был вообще в стороне. Никто не спал. После байбэка от Айсберга возвращаются. Байбэк от команды Лифт Вин. Очень хотят забрать этого Рошана они. И, видимо, могут отвоевать. Да, да. Феникс. Ну, Феникс очень странную Супернова поставил. На мой взгляд, хуже просто придумать нельзя было. Он что-то залетел и воткнул. Можно чуть-чуть левее было поставить слева от Рошпита. Ну, хотя бы, чтобы как-то герои соперника побегали. Он просто воткнул ее куда-то в чистом поле перед всеми. Так что при этом и команда не скажет, что очень много за это время сделала. Но все равно драка хорошая для Лифта Вин, потому что они забирают Эмбэр Спирит. Он байбэк, кажется, у него еще хуже ситуация становится. Он уже генералу проигрывает. Ну, Рошан все-таки забирают, ребята, из команды Нави. Это сыроегис для них. Да, и перехватили, перехватили Феникса в полете. Акулыч не успел вроде как ничего подворовать. Проражал БКБ, пытается убежать, но погибает он. Летит Айс Бласт. Попадет ли хоть по кому-нибудь? Попадает по Флайю. В это время свап ФН. ФН начинает расстреливать. ФН, очень больно ему. ФН сейчас заберут. Это минус 2 у команды Лифта Вин. Отличная драка для команды Нави. Мершин еще забирает. Боже мой, как же нафидели здесь Лифта Вин-то. Да, по-другому и не сказать. Они прямо сейчас фиданули знатно и знают, что байбеков нет. Дрим. Есть сон? Сон. Надо нажимать и бежать. Да. Ну, собственно, ой-ой-ой, чуть-чуть не хватило на самом деле. Прицел сбился у генерала, кинул копье чуть левее. Попал бы в нагу, сбил бы и ТП, она бы там осталась. Дрим плохо сыграл. Он зачем-то нажал сон в предыдущей драке, который вообще никого не усыпил. А вот сейчас у него сна не было во время Рошана. Ведь там можно нажать сон за несколько секунд и либо соперника на БКБшке развести чуть пораньше. Ну, а тут все, тут уже под Эншин подходят враги. Да, начинает падать Т3. И парад кидает откуда-то с вражеской парзой. И, ну, там, правда, Т3 падает также снизу команды Na'Vi. Но Na'Vi сами быстрее заберут вышку здесь. Еще и бараки могут успеть забрать. Да, да, там вышка пока с крипами справляется. С пушем линия нижней. Не удивлюсь, если еще и наверх пойдут. Но не стали этого делать. Ну, там пока что мы видим, что Санейка крип скипает в миде, отменяет ТП. Уводит крипов просто в лес. Или куда? Ну да, на спейсе. Иван Сусанин. Оп, крипы, все. Так, ну да ладно. Сканируют его прям. Вот сдался им этот аппарат. Не совсем понимаю, да, зачем столько чести, так скажем, для него здесь организовали. Но его все еще могут забрать. Его все еще или контратака будет от команды Leaf to Win сейчас, потому что сюда летит FN. И Na'Vi пытаются отступить. Поймали Олсена Флайя. Олсена Флайя погибает. Очень быстро его забрали. Генерал еще подцепили. Айсберг рядом. На помощь, если что, придет. Но, может, не стоит. Потому что сетка залетает от Наги. Минус армор. Ариена от Марса. БКБшка прожимает с Акулычем. Как же больно Санейка. Санейка расстреляли. Сюда просто приходит уже Витюн. Он начинает настреливать. Проблемы теперь у Наги. Нагу можно забрать. Да, Нагу тоже погибает. В итоге, как бы, ошибочка была, получается, от команды Leaf to Win. И вот так вот драться в лес. Ну, не она первая в этой игре. И не только одни. Ну, да. Какой-то странный момент. Акулыч там просто уже жмет кнопки, по-моему. Потому что он который раз дает стан в землю. После этого блинкается. Начинает бить. Не в том порядке, скажем так. Ну, здесь он просто дал какой-то странный стан в землю. Хотя Блинк даже, вроде как, и не собирался кастовать. Да, но, как бы то ни было, преимущество совсем небольшого команды Na'Vi. Огромный плюс, конечно, то, что они забрали центральную линию сейчас у команды Leaf to Win. Да, и линия постоянно будет пушиться. Но, как бы, опять же, не будем забывать, что всегда тоже можно зайти куда-нибудь. Так вот, по фанчику подраться. Дикая дота. Ну, вот сейчас рапира. Рапирку, да. Рапира и заканчивать будем. Ну, это уже следующий урошан. Марсу долетит Солар. Я думаю, даже раньше. Марсу долетит Солар. Это баф номер один. Есть телескоп Винга. Это баф номер два, номер три. Есть виз, баф номер четыре. Под этими всеми бафами забрать Медузу будет очень сложно. Нет, к тому, если уж мы говорим про рапиру, то, наверное, к следующему урошану. Я не уверен, что просто сейчас ведь он успеет собрать за это время себе. То есть ты думаешь, что игра настолько... Да. ...академичная, выдержанная, что команды так мало допускают ошибок, что он реально будет ждать еще 10 минут до следующего урошана? Это было бы логично, если честно, но... Ну, кстати, он переобудился в бабочку. Ну и ладно. Ну и не очень-то нам и хотелось, конечно. Я думаю, что он еще может взять рапиру. То есть тут посмотрим, как будет все это дело складываться. Просто, как бы сказал эпилептик, в падлу брать бабочку на такой стадии. Так, но нави продолжает пушить в любом случае, перетягивается пока что наверх. С базы выходит тем временем лифту вин. Могут найти, например, сейчас Олсена Флай, который бегает на треугольнике. Акул что-то уже выехал вроде как, но не стал врываться. Побоялся. А там как бы Медуза уже чуть ли не на ХГ заходит. Да, даже не надо заходить на ХГ. С лограунда расстреливает Витюн, успевает уйти. И Роджер, если что, увез бы его. Нормально. Очень неприятно вот так вот потерять кучу ХП на Тер-3 вышке. Ни за что. Просто. Так, ну и Блинкдаггер появляется у Генерала. Теперь инициация должна быть идеальной. По идее. Ну, мало... Теперь я запомню эту фразу. Я запомню эту фразу. Теперь инициация должна быть идеальной. Ну, копья пока не очень летят, мягко говоря, у Генерала. Да, расстреливает тем временем Санэйка. Здесь Айс Бас на развороте. Витюна залетает. Куда же ты, Витюн, пошел один? Ну, тут Роджер рядом, в любом случае, увез бы его. Пошла инициация. Пока что инициировала Нага своими иллюзиями. Не дает ворваться Генералу с Блинка. Или он еще даже не прилетел. Он летит, наверное, только. Так, ФН пока забрал Крепочков. Здесь успевает идти. За ней в погоню айсберг. А Егис заканчивается. Но ФН сделает ТП. Нормально. Отбиваются пока что у нас лифтовин. Везде искали, кроме вот этого правого листа. Самого очевидного. Мне кажется, место, если честно, где почти все уходят. Потому что вот как раз-таки ты думаешь, что тебя будут искать в очевидном месте, уходишь дальше, и там тебя находят, а в этот раз... Это как, знаешь, если ты что-то дома потерял, то это, как правило, что-то лежит на самом видном месте. В руке. Или в руке, например. Я вчера телефон так искал, так вызвал такси. Потом в какой-то момент решил позвонить тебе на телефон и понял, что он в руке, да? Что-то типа того. Я решил проверить, где такси, пока искал телефон. И потом я понял, что у меня телефон в руке. Ну ладно. Бывает такое. Так, у нас тут свапают айсберга. Упала Т-3 вышка. Акулыч опять не успевает выдать стандо. Что ж ты будешь делать? И пошел стонгейст. Да, настреливают по Акулычу, но тут сон от Наги Сирены на развороте летит айсбласт. Нужно сон отжимать. Врываются у нас на Роджера. Роджера свапает винга. Хорошо, Роджер все еще живет. Пошла супернова. Больно. Уолсон оф Лай. Уолсон оф Лай отправляет в таверну. Роджер тоже погибает. Ну и все. Нави надо отступать. Минус два саппорта у них. Привязка хорошая от айсберга. Залетает по двоим героям команды лифта Вин. Но уйдет ли он? Вот в чем вопрос. Он же его прожигает здесь. Феникс испепеляет. Да, успевает убежать. Но они от Наги. Сеточка. Опа. И Фен уже здесь, да. Айсберга тоже забрали. Кстати, сто секунд в таверне сидеть. Ну что хотелось бы отметить? Идеальная тенисация от генерала, который вообще ничего не смог сделать в этой драке. Ну, не всегда все получается, как нам хочется. Что поделать? Забирается в анпост здесь Акулыч. Генерал помешать никак не может. Ну и вот то, о чем, в общем-то, то, что ты говорил, что кто знает. Преимущество. Снесенная линия, это большое преимущество в гранд-финале за Интернешнл зачастую, где равные такие драфты. А здесь вот просто отдали линию с одной стороны. Да, пожалуйста. Витюн. Ну, Витюн нормально там ходит. На самом деле, не подрасчитали. Здесь немножко дэмэдж сейчас лифта Вина и потеряют и Фена. Unstoppable Витюн уже заработал. Wellplayed, говорит. Ну да, мы видим, что Медузу уже не пробить. Просто как бы ты не пытался ее фокусить. Тяжело. Да. Диффузала нет. Да и там и Нага, я так понял, вообще не особо-то хотела сама атаковать. Это что-то и Фен полез. Ну да, да, сам виноват. Ну и в итоге получается, что не смогли даже Т3 забрать. И теперь снова Нави в атаку. Сейчас снизу заберут Т3 скорее всего. А, пока Акулыча забирают в лесу. Да, подловили его. Там бараки просто сверху стоят. Можно их забрать. Пока есть время. Без Войт Спирита вряд ли будут драться лифту Вин. Акулыч ценой своей жизни сохранил Аванпост. Потому что Аванпост не удалось перехватить до 40-й. Но Нага додавит нижнюю линию. Там вот вышка уже несколько заходов. Но с другой стороны, пока она там додавливает нижнюю линию, зато возможно действительно упадет все уже. Ну да, бараки уже упадут. Тут и как бы это нормальный размен разменяет Т3 на бараки оппонента. Если даже он иллюзии отрабатывает. Санайка успевает прожать Гост. Сюда прилетел Дрим. За Санайка. Ну, тут без шансов. Залетает Алибард этим временем. Но ведь он просто расстреливает Крепочков, расстреливает бараки. Ночью хотят сторону забрать. Так, ну что, нужно дождаться появления Войт Спирита, как минимум, в команде лифту Вин. А, с две стороны это уже очень неприятно. Снизу там Тер-1 до сих пор стоит, но, собственно, Тер-1, Тер-2 не проблема будет забрать. Так, ну и вот все-таки вопрос Рапира, я думаю, актуален, как никогда сейчас, потому что Рошан следующий у нас появится через минуту. Там, в принципе, неплохо по денежкам, я вижу, все Витюна. Да, сейчас баунтируные соберут. Да-да-да, можно уже, наверное, призадуматься насчет Рапира. К тому же у него шесть слотов, получается, ему что-то, может быть, надо будет продать. Ну, можно тапочек, на самом деле, поменять всегда. Тапочек выложить или продать, да, еще нужен слот под Аегис. Да, кстати. Что-то он на это напокупал. Можно пику поменять на время, то есть... А, он БКБ себе решил собрать, вот так вот. Он решил БКБ. Слотов все равно нет. Ну, не будет интриги, видимо, здесь, не знаю. Айсберг решил на первую тогда. А, ну тогда окей. Тогда я. Тогда я. Призма, те времена, выпадает из леса, мы видим предпоследним артефактом. Ага, Эбисол Блэйд появляется у Наги Сирены. Отлично, ждем появления третьего Рошана. За счет того, что Нага есть, им удается реально две линии отпушивать. И мид для иллюзии толкают, и верхнюю линию достаточно. Ну что, смог от команды Leaf2Win. Ответный смог от команды... Сейчас много решится. Это не смог, это NinjaGear и InVis. О, даже так. И встречая здесь Айсберг отлично все спалил. Генерал. Ну вот она, идеальная инициация. Иллюзию. Идеальная инициация. Пошла так. Битюн стреляет. Получает тут самый Эбисол. Генерал живет. Пошла арена, неплохо. Генерал все еще выживает. Погибает Акулыч. Расстреливает здесь всех. Витюн БКБшка отрабатывает. Отличная драка. Может быть для команды Na'Vi. Акулыча забрали. Забирает Феникса. Dream прожимает сон и просто улетает. На'Vi драку-то выигрывает по итогу. Генерал выжил. На ЛОХП, но выжил. Да. И здесь, конечно, Витюн очень уже много делает. Он вынудил на себя поставить Супернову. Ой-ой-ой. Еще и Санейка подцепил. Идеальная инициация подъехала, когда мы ее не ждали. Наконец-то в Санейка. Минус три. Это значит, что не смогут драться за Рошана, потому что все потрачено. Ну и, собственно, все. Супернову не удается поставить. Классно. Вроде бы сейчас поставили прямо перед носом, но Медуза получила Эпистол. Поняла, что она не разбивает Супернову. Просто отошла. И все. Да, да. Так, а что в Рошане, кстати? Третий же должен быть, по идее, там. Ариф Трешер. А, нет. Третий, третий, третий. Аганим. Аганим для Айсберга получается. Ну все. Рапиру пора собирать. Рапирку и поехали. Нормально, да. Так, ну что, куда Нави отправится? Можно, на самом деле, не выдумывать, просто пройтись по нижней линии, забрать Т2-вышку, Т1-Т2-вышку и как бы на ХГ. Но они просто в трон хотят, я так понимаю. Попроще, что ли, стратегия Нави, вот как мне кажется. Ну да, мы об этом в самом начале говорили. У них все-таки герой. У них вот эта вот самоходная установка, которая просто стоит на месте, расстреливает все под аурой, под бафами. Видишь, как он выкрутился? Он вместо ботинка взял Spider-Lex, чтобы сохранить мобильность. БКБшку он нажал, переложил, взял вместо нее. Ой, сейчас Левеллер появляется. Здесь, наверное, уже хочется и Левеллер взять, чтобы просто стрелять по зданию. Ну, если... Ну, я думаю, что будет свитчить по ситуации. Ну да, да, да. Просто встал под хайграундом врага, Левеллер взял, стреляешь. О, ДД. Так, у нас там релокейт. На ДД. На ДДшечку как раз-таки, да. И сейчас Левеллер, и прощай, бараки. Да, и Рапира, по идее, должна быть уже готова практически для Айсберга. Ну и что, последний смок от команды Lift to Win. Прямо сейчас пытаются в спину выйти. Видят генерала, по идее. Так, могут подловить. Да, плотный. У него 50 брони. Ну, давайте. Покажите нам. Инициацию идеальную. В итоге Вингу первый забирают. В это время генерал вгрызается в Санэйка. Пошел Айсбласт. Ой, Роджера убили. Ну, в принципе, неплохо. Роджеру. Сон от Наги. БКБшку проживает Айсберг. Два байбэка делают Нави. По ДД все еще находится Витюн. И Санэйка не улетает. Прожимает Гост. Пытается просто убежать. Ну, здесь уже Айсберг. И пакет его Санэйка. Не, ну, учитывая ДД на Медузе, они реально неплохо подрались. Дрима поймали. Вот это очень плохо. Дрима надо спасать. У него сейвов вообще никаких нет. Он Сон уже подратил. Делает байбэк сразу же. Возвращается обратно в игру. Ну, и начинает падать Т3. ДД закончилось. Кстати, съеденный мушард есть у Витюна. Да, очень много. Очень большой урон. Даже левел, смотри, не перекладывает. Не перекладывает. И так хватает. Решает, что мобильность важнее. ФН врывается. Хотят Роджера еще раз забрать по-быстрому. Это может получиться. Роджер свапает. Винга его хорошо. Подставляет себя Улсен-Офлай. Но Роджер все-таки погибает. Еще один свап. Айсберга расстреливать надо как-то. Но за Айсбергом стоит Витюн. И просто до Айсберга не добраться. Айсберг просто убегает. Прожимает БКБ и выживает. А Витюн там в это время расстреливает всю команду Leaf2Win. В живых остается только один ФН. И на этом первая карта заканчивается победой команды Na'Vi. Ну, он буквально убил один всех. То есть все правильно делали Leaf2Win. Они напали на Виспа, которого обязательно нужно убить, чтобы он не засейвил. Виспа убили. Напали на Вингу. Но оставшись один, Витюн положил абсолютно всю команду. И это полностью логично на 100%. Да, и что? Можно сказать, что действительно Na'Vi пофанились так неплохо на первой карте. И победили, да. И вот, знаешь, закрадывались небольшие сомнения. Когда Na'Vi умирали, отдавали преимущество. Но в целом по игре видно было, что Na'Vi просто понимали, что у них пик попроще, посильнее. И они, скорее всего, выиграют здесь. Да и стратегия у них как-то была в целом попроще, нежели стратегия с этой Нагой. Все-таки с Нагой нужно играть в очень какое-то жесткое макро. Чего у такой команды, как Leaf2Win, ну, я за всю Epic League не увидел, за вот финальные игры. Что у них вот какое-то есть жесткое понимание, которое позволяет им вот так вот разводить команды уровня Na'Vi. Может быть, у кого-то другого получилось бы. Но, опять же, Нагу мы не видели уже очень-очень давно. Ну что ж, подробнее об этой игре студии аналитики. Судя по всему, Na'Vi уже действительно начали отмечать день рождения Роджера, потому что парни веселятся. У парней все хорошо, и катка получилась тоже затянутой достаточно. Na'Vi в любом случае вышли победителями, поэтому, я думаю, их все устраивает. Хотя, конечно, Висп этот был хорош. Очень достойный. Прекрасно. Прекрасно, абсолютно. Как вам игра, господа? Просто отличное начало турнира. 50 минут, все как надо вообще. На Нагуя сами затянули просто. У них очень классное начало было. Они поставили все линии, выиграли лайн Медуза в Fetchful Spirit. То, что нужно было у Ember Spirit, все хорошо на миде. И Марс вместе с Виспом отдоминировали на Гусирену. Все три Лайна великолепно себя чувствуют. Все три Кора великолепно себя чувствуют. Опять же, идут на первых листах. И главное, что не нужно тебе делать, это просто фидить. Казалось бы, да? Казалось бы. Тут есть такой момент, что они такие, о, мы лидируем. У нас там может быть 1, 2К перевес, все пошли драться. Нет, драться не надо было, потому что у Life to Win, как я и говорил, очень хороший пик. И нужно просто дождаться, когда у Медузы появится шестой, пятый слов. Когда у нее появляется шестой, пятый слов, по матчасти она закапывает весь пик Life to Win. И они ничего не могут сделать от слова совсем. Потому что Медуза убивает и Нагу Сирену, и Яйцо, и Слардера, и Войт Спирита. И они ничего не могут собрать такого, чтобы ее вывело из себя. Ну а Na'Vi пошли по другому пути. Они решили, что будут драться всю игру? Они решили, да, что мы будем шансы. Ты просто не можешь драться против этих комбинаций вначале. Ты не можешь драться, когда у тебя Манта Стайл и Ультимей Торп. Вот этот предыдущий тимфайт, который показывали, именно те артефакты Медуза имела. С Манта Стайл и Иллюзии падают очень быстро. Соответственно, там Манта Стайл тебе не помогает никак драться. И Ультимей Торп тоже тебе не помогает никак драться. У тебя просто ХП еще нет, да, чисто математически. У тебя нет ХП, чтобы это все переживать. Как только Медуза заживает до 6 слотов, все, сразу там, ну не до 6, там 4 слота она берет еще какую-то Аегис. И все, она автоматически просто неубиваема становится. У меня просто вопрос, ты затронул Виспа. Вова чуть вот неправильно отыгрывал. Когда его пару раз убили, да, в драках, когда... Ну просто, если ты нормальной командой играешь против Виспа, ты не вкусишь Медузу. Ты вкусишь Виспа. И он умирал в каждой драке, ну как бы все грамотно делали. Виспа должен умирать первый. Потому что если ты не убиваешь Виспа, все, ты проиграл автоматически. У тебя Медуза просто перестреляет. Они все делали это. И к чему я это все веду? То, что если один раз, два раза тебя щелкнули, стой за два экрана. Вот просто, чтобы тебя не видели. За два экрана, без шуток, два экрана. Вот один экран и второй, вот ты там должен стоять. И если начинается драка, если начинается фокус, Медузу твою не щелкнут. Нет тут берста никакого, чтобы Медузу просто убили. Тут под комбинацию и в долгие драки, да, где-то Нага Сирена может заквырять. Ты не доберешься в любом случае. Да, и вот тогда ты либо подсебишь ее, либо дашь уже хороший там атак спид. Ты можешь вторым темпом в середине драки туда зайти. Тебе сразу не нужно в драке оказываться, потому что драка буквально через 2 секунды продолжится 4 на 5. На тебя просто все налетят. Есть Войт Спирит, который на тебя с Сайленсами прыгает. Есть еще там персонажи, да, Слардар на тебя налетает. Фениксы, Нага Сирены, ты можешь попасть под комбинацию с Нагой, опять же там с Лордаром, аппаратом и Фениксом. Ты не дашь никакой хил, да, потому что по Медузе всегда впиливают как раз ульту аппарата после сна, если комбинация работает и никакой хил не помогает уже. Поэтому чуть-чуть подальше стой и потом уже вхати драку. Да, потом там не только Медуза одевается, но еще и Эмбера появляется, Блэкинг Барон, дожат почти все механики. Там Манс немножко приодевается и неожиданно оказывается, что в мидгейме там вообще никого убить невозможно. Люди нажимают на БКБ, плейнгеров уходят никуда, и здесь, конечно же, Нави вышли в лейт, как мы. Да, и Нави вышли на счет 1-0 в свою пользу, друзья, скоро вторая карта, не переключайтесь.